Это видео поможет вам узнать, как добавлять комментарии к стихам и главам Библии. Итак, начнем. Если необходимо добавить комментарий к какому-нибудь слову и стиху Библии, вы можете воспользоваться командой «Написать комментарий» на вкладке «I study Bible Tools». Однако до запуска команды необходимо выделить комментируемый текст. Например, нам необходимо добавить комментарий к слову «Дух» в 8 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Для этого выделяем слово «Дух». Вызываем команду «Написать комментарий». В появившемся окне нажимаем «Ок». Мы видим, что программа создала страницу по умолчанию с названием «Комментарии». Теперь мы можем добавить текст комментария к выделенному слову. Например, написать, что в данном стихе слово «Дух» обозначает «Ветер». После добавления комментария можно легко и быстро возвратиться на отрывок из Библии, который мы комментировали. Сделать это можно несколькими способами. Нажать на главу, нажать на стих, воспользоваться кнопкой «Назад» на панели быстрого доступа. Обратите внимание, после создания комментария к выделенному тексту данный текст стал ссылкой, и текущая книга Библии разблокировалась. Добавление комментария ко всему стиху осуществляется аналогичным образом. В данном случае необходимо выделить только номер стиха. Допустим, нам необходимо добавить комментарий не к стиху, а ко всей главе какой-либо книги Библии. Например, 13 главе первого послания Коринфянам. Для этого переходим на вкладку «I study Bible Tools». Вызываем команду «Написать комментарий». В появившемся окне указываем название страницы комментариев, которую мы хотим создать. Например, перечень по слову «Любовь». Если оставить данное поле пустым, то будет создана страница с названием «Комментария». Нажимаем «Ок». Мы видим, что программа создала страницу комментариев с названием, которое мы указали. Перечень по слову «Любовь». Теперь мы можем записать комментарий к главе. Обратите внимание, что при написании названия страницы комментариев мы не указали ссылку на главу Библии. Программа сделала это автоматически на основе того, какое место Библии было открыто при вызове команды «Написать комментарий». Сразу после добавления комментария к главе ссылка на добавленный комментарий в тексте Библии не появится. Для появления ссылки на комментарий к главе необходимо запустить анализ заметок с опцией «Повторный анализ всех ссылок». На вкладке «I study Bible Tools» запустим команду «Анализ заметок». Выберем опцию «Анализировать только измененные страницы». Поставим галочку «Повторный анализ всех ссылок». Нажмем «Ок». Теперь созданный нами комментарий к 13 главе первого послания Коринфянам привязался к тексту Библии. Более подробная информация о работе в программе для самостоятельного изучения Библии OneNote iStudy Bible Tools содержится в инструкции, которые доступны на вкладке «I study Bible Tools» по клику на кнопку «Справка», а также на сайте iStudyBibleTools.ru. Спасибо, что были с нами.